Сверкающий такой холодный на вид цилиндр на самом деле аккумуляторный бак. В нем 2000 кубометров горячей воды. Бак новый, а рядом демонтируют старый. На его месте появится такая же серебристая громада. Котельная номер 14 меняет и старый насос. Он проработал 30 лет. Обновляет и электрогруппу. При этом работа здесь не останавливается. Технологический перерыв на несколько дней был еще в апреле. В течение года они постоянно накапливаются. Когда без остановки котельной невозможно было отремонтировать. Было проведено ряд работ по замене запорной арматуры. Была частичная замена трубопроводов. Делать сочинскую зиму теплее будут 12 котельных с помощью сотен километров теплотрасс, которые понесут тепло в дома. С учетом того, что у нас очень много котельных новых построено, с учетом того, что теплотрассу меняем, основную теплотрассу в центральном районе. Но, тем не менее, очень важно знать, как у нас тепловые сети будут готовы, как старые котельные будут готовы, какие новые будут введены в эксплуатацию. Этой зимой впервые греи сочинские дома будут 5 новых котельных. Одна из них десятая, резервная. Что-то вроде тепловой подушки безопасности. Но экзамена, готовность к холодам обязаны были пройти все. Они сейчас проходят большинство стадий проверок. Значит, уже опрессовка прошла, промывка прошла. То есть полностью, как бы, паспорта готовы. То есть на сегодняшний момент теплоэнерго уже на подготовке топительного сезона у нас в администрации уже отчиталась. Что касается теплотрассы, то ее замена идет под контролем администрации Сочи. Ведется постоянный мониторинг ситуации и сверка с графиком работ. 1600 многоквартирных домов, больницы, детские учреждения. Они также должны быть готовы к приему тепла. Эта задача поставлена и перед управляющими компаниями, и перед соответствующими ведомствами. Начало топительного сезона, а начинается он обычно в середине ноября, все должно быть готово. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ. Секретарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...